Так, прокомментируйте, пожалуйста, журналистами из Крик ТВ, реальная журналистика. Так, значит, во-первых, давайте не забывать ставить кавычки с журналистами. Значит, что у нас происходит? Давайте я объясню. Значит, у нас весной, когда мы открывали штабы, за нами ездили такие, ну, как бы жулики, которые называются журналистами, и вот этого самого Крик ТВ, и это было там в марте, когда мы открывали штаб в Екатеринбурге, еще где-то, там пытались пройти на открытие штаба, хотя оно было для волонтеров, но мы все равно, конечно, всех пускали, ну и там задавали какие-то там провокационные вопросы, не знаю, там, Навальный, давно ли ты перестал пить коньяк по утрам, и зачем ты работаешь на Газдеп? Это нас не смущает, господи, мы с этого только смеемся, и умеем, конечно, прекрасно отвечать на эти вопросы, но мы, конечно, их запомнили, и, так сказать, так, у себя галочку поставили, что нет, это не журналисты, это провокаторы. Хочу обратиться сейчас к господину Волкову, дело в том, что посмотрел вот это вот видео, где я не знаю, какая сорока на хвосте вам принесла ту информацию, которую вы озвучили вчера публично, хотя, в принципе, догадываясь, что это за сорока, дело в другом. Господин Волков, вам не кажется, что публиковать непроверенные сведения, ну, как-то было бы, наверное, неправильно? По крайней мере, меня, вот я журналистом работаю, меня всегда учили, что прежде чем ты озвучиваешь на большую аудиторию какую-то информацию, ты должен ее проверить, вот, вы рассказали что-то, что для меня стало, например, откровением, что кто-то за вами там таскается, кто-то приходит к вам в штабы и так далее, там задает какие-то неудобные вопросы, обижает, оскорбляет вас. Спешу вас расстроить, да, во-первых, телеканал Крик ТВ, с которым вы меня поженили почему-то, да, никакого отношения ко мне не имеет и никогда не имел. Мы действительно с ними сотрудничаем, но сотрудничаем мы только в одном направлении, я просто размещаю у них свои программы, коих две, одна называется «Реальная журналистика», другая называется «Вести» без Дмитрия Киселева, собственно, все. А все наше сотрудничество на этом заканчивается. И ни единого дня, ни одного дня не работал на канале Крик ТВ. Поэтому кто там за вами таскается, кто приходит к вашей штабе, я не знаю. На ваших мероприятиях, на мероприятиях Алексея Анатольевича Навального я был всего два раза в жизни, один раз 12 июня сего года в Москве на Тверскую, один раз 16 сентября тоже сего года на площади обороны в Екатеринбурге. Все. Больше ни разу нигде никак мы с вами не пересекались. Поэтому, вы знаете, мне хотелось бы к вам обратиться и попросить вас извиниться за то, что вы выдали непроверенную информацию. Вы могли связаться со мной. Меня очень сложно упрекнуть в какой-то необъективности, в чем-то еще. Да, возможно, я делаю иной раз какие-то неудобные для вас, в том числе, сюжеты. Но я никогда не говорил, что я нахожусь в оппозиции или там принадлежу к какой-то путинской команде. Нет, я занимаюсь журналистикой. Вот. И, в принципе, если где-то что-то не так, я об этом рассказываю, как было вот в этом сюжете о митинге Алексея Анатольевича Навального в городе Екатеринбурге, где, в принципе, да, я рассказал о безобразной организации, о хамской пресс-секретаре, с которым я лично столкнулся. Вполне вероятно, что мой вот этот вот сюжет вам не понравился, но я не красная девица, чтобы кому-то нравится. Это девушкам, наверное, надо задумываться на эту тему, нравлюсь, не нравлюсь я кому-то. Тут у меня совершенно собственная позиция, я ее озвучил. Я могу ошибиться, вы могли бы там где-то сказать, что нет, ты не прав, это было там не так, да ради бога, да. Но, тем не менее, повторюсь, почему я кому-то должен нравиться, тем более, что и патрон ваш в свое время, Алексей Анатольевич Навальный, говорил буквально следующее. Нет, мне все равно, как вы относитесь ко мне. Хотите, поддерживайте, хотите, не поддерживайте, это ваше дело. Но что принципиально важно, ваш канал должен быть критически настроен к власти. И к федеральной, и к местной. Что в этом такого, я не понимаю, именно поэтому я прошу вас, я вас призываю принести свои извинения за то, что вы опубликовали, озвучили, скажем так, недостоверную информацию в эфире, которая не имеет никакого подтверждения. Отверждение более того, вы там назвали журналистов жуликами, и там произносилось мое имя, ну вернее не мое имя, а название моего канала. Еще раз повторюсь, я не знаю, кто там за вами таскался, я не знаю, кто приходил в ваши штабы. Прежде чем озвучивать такие вещи, ну, наверное, надо разобраться. Вот и все. Тем более, что вы не какой-то там рядовой блогер, вы руководитель избирательного штаба кандидатов в президенты нашей страны. И я думаю, это достаточно высокий уровень, чтобы такой человек, как и вы, пытался разобраться в том, что он озвучивает. А так получилось, что вы ввели свою аудиторию в заблуждение, и это некрасиво, элементарно. Вы знаете, я, как и вы, родился и вырос в Екатеринбурге. Я знаю, что вы родились и выросли в Екатеринбурге. И здесь, несмотря на то, что мы сейчас живем в другом городе, да, и вы, и я, но здесь всегда и все отвечали за свои слова, и вы об этом знаете. Поэтому еще раз прошу вас, просто извинитесь. Извинитесь за то, что вы ввели в заблуждение свою аудиторию, и не только свою аудиторию, а в принципе интернет-сообщество. Спасибо вам за внимание. Счастливо.